В этом году в столице Чувашии остается все меньше ветхих деревянных домов, построенных еще в 30-е и 50-е годы прошлого века. Благодаря программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда сотни семей из старых бараков переехали в новое комфортное жилье. Об итогах реализации третьего этапа программы сегодня говорили на совещании в городской администрации. Согласно программе переселения граждан из аварийного жилого фонда на 2013-2017 годы предстоит расселить жителей 264 домов. В 2017 году необходимо переселить граждан, проживающих в 984 квартирах. 25-26 марта текущего года организована работа по заселению домов по проезду Соляное. Все получили ключи, открыли лицевые счета на 152 квартиры, что составляет 58%. В том числе по Калининскому району пришли и открыли лицевые счета 64 квартиры, что составляет 74%. По Калининскому 66, что составляет 44%. По Московскому 22 квартиры, 78,5%. На сегодняшний день по третьему этапу снесены 7 домов, осталось 48. По всем домам контракты на сносы заключены. После переселения жильцов подрядчики приступят к сносу. О том, как организован досуг учеников Чебаксарских школ, рассказал начальник управления образования Дмитрий Захаров. Напомним, школьники с 27 марта ушли на весенние каникулы. Театры, музеи, концертные студии города уже подготовили специальные программы для учеников и их родителей. В лагере «Березка» в дни каникул пройдет весенняя смена под названием «Шаги к успеху». Более 50 школьников будут заниматься по таким направлениям, как робототехника, биопрофиль, язык успеха. Формат участия – тренинги, квесты, дискуссионные площадки. В детском технопарке «Кванториум» ждут тех, кто интересуется микробиологией, биотехнологиями, беспилотными летательными аппаратами. Кроме этого, в городе пройдет первенство среди учащихся по шахматам, по футболу, волейболу и рэкболу. Школы, лицеи, гимназии столицы тоже распахнут свои двери в дни каникул. Будут функционировать более 300 детских объединений по различным направлениям. Это спортивным, декоративным, прикладному, военно-патриотическим, художественным. Учителями физической культуры будут организованы спортивные соревнования по баскетболу, волейболу и стафеты. С участием родителей, папа, мама и я, спортивная семья, веселые старты. Кроме этого, сити-менеджер Алексей Ладыков отметил, что во время весенних каникул учащиеся городских школ смогут посещать ФОКи бесплатно. С 27 марта и по 2 апреля для школьников до 15 часов в свободном доступе будут работать бассейны, катки и спортивные залы. Сегодня же Алексей Ладыков объявил выговор своему заместителю по вопросам ЖКХ Герману Александрову и сообщил о том, что попавшиеся на взятки сотрудники транспортного отдела уволены. Выговор объявлен за непринятие мер по противодействию коррупции. Прошу всех руководителей структурных подразделений, всех руководителей предприятий привести работу внутри своих трудовых коллективов, привести антикоррупционные комиссии. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика.